Добрый день, мы на кухне ресторана Remy Kitchen Bakery, а это шеф Руслан Поляков, и он сейчас нам покажет, как он делает те удивительные блинчики, одни яйца, которые здесь подают на завтрак, датские блинчики, дамы и господа, минимальное количество яиц 9, и яйца, яйца должны быть крупные, деревенские, и куриные, обязательно, потому что за обычных дешевых это не получится, Почему 9? Вырабатывали какую-то формулу на них? То есть нормальный рецепт 18, да? Нормальный рецепт 18, делали меньше, как-то не то, все не то, то не поднимаются, то не рвутся, то не рыхлые, соответственно, яйца, желтый и желток, деревенский 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 Яйца готова, как и во всех замесах, сначала смешиваем всю жидкость, сначала идет вся жидкость, потом идет сэпучка Потом все остальное, с которым... Это мука, соль, сахар, немножко разрыхлительность Это топленое масло, просто масло, которое можно поставить Я обычно слышу, не топленое, а растопленое И сколько его тут? Грамм 50? Нет, 120 грамм После приготовления тесто должно постоять около часа Молока 375, теплого, теплого, все теплое Соответственно, все это масло настоит в комнатной температуре Буду заливаться в горячую сковородку В общем-то, в 5 минут он готовится Я уже сразу смешал Соль, сахар, разрыхлитель Сахар 24, соль 12 А разрыхлителя 1 1 разрыхлитель 2 не надо разрыхлитель, только 1 2 чересчур разрыхлитель Мука Обычная мука Необычная мука Один к одному Первый сорт И высший сорт Пшеничный Обычная, но обычная русская мука Обычная самая, не матская, не итальянская Самая обычная А ее сколько? Сколько там? 140 Обе? То есть, всего 280 Нет, каждый 140, 280 Чудеса редукции Арифметика Насколько важна эта интенсивность помешки? Чем интенсивнее, тем меньше комочков То же самое, как и у блинчих Они отличаются от обычных блинов, которые готовят В количестве яиц и разрыхлителя Кто-то добавляет соду, кто-то добавляет соду Самый главный секрет вы его увидите после печки После печки Я бы даже сказал, не секрет, а особенность Вот Эта масса на поставить час Это вот в тепле Да Вот она Как бы густая, не жидкая такая Тягучая Это готовая, постоявшая смесь Это на одну порцию? Нет, на две порции Два 20-ти блинчика В жидком состоянии Наша могучая печь Мы уже приготовили три сковородки Одна на всякий случай Они должны быть горячими И сейчас 240 градусов Это температура здоровой сковороды Сливочное масло Это еще нужно скоро разогревать Получается такой шоковый жар у них А И они сразу поднимаются Все стенки То есть она не понимает просто, что происходит Да, она стала как иначе В все стороны Заливаем Мимо Ага Класс Даже еще останется Или тут третья сковородка Пять минут 240 градусов 240 градусов 5 минут И обычный режим Самый обычный режим Без конвекции Без пара Без всего Самый обычный режим В самой обновенной печке 8 лет Вау То ли блинчик То ли яичный Немножко осил Он все равно Поднялся Датский блинчик Ресторан Реми Реми Китченбекер То есть здесь и кухня И пекарня В этих самых вещах Которых мы сейчас вам показывали Пекут хлеб Каждый день Каждый день И в дровяной Без установочных А это Руслан Поляков Шеф Реми Сезон А это вообще нечто В общем то похож Да Смотрите русские гринки Когда белый хлеб Тоже яичную смесь Ели Так они у нас тоже есть Да Ни вложения Французский кинтос На основном Пока-пока И обычно обжаренный Вот и в этом Больно Продолжение следует...